Барнаульский священник 1 января проведет трезвую пробежку, сообщает комсомольская правда Барнаула. Александр Микушин планирует стартовать 1 января в 10 утра от Александра Невского собора. Пробежать он и те, кто решится его поддержать, планируют 2 километра. Во время пробежки будет остановка для разминки. Забег пройдет под девизом «В Новый год с новыми силами». Микушин приглашает всех желающих принять участие в забеге, а особенно молодежь. Бийский рабочий публикует расписание движения автобусов Наукограда в новогодние праздники. С 1 по 8 января количество рейсов будет сокращено на 50%. На сайте можно посмотреть график движения пассажирского транспорта. Журналисты акцентируют внимание на том, что 1 января Нового года автобусы начнут движение в 8 часов 28 минут, а закончат в 21.50. Здесь же публикуют номер телефона по которому можно звонить, чтобы узнать более подробную информацию о движении автобусов. Из-за новогодних представлений в краевой столице будет затруднено движение транспорта, сообщают аргументы и факт Алтай. На пятиградских площадках пройдут детские концерты. Сопровождать школьные автобусы планируют автоинспекторы краевой столицы. Из-за этого могут образовываться пробки. Дорожная обстановка будет особенно напряженной с сегодняшнего дня и до 30 декабря. Что будет дорожать с 1 января 2019 года, сообщают корреспонденты московского комсомольца на Алтае. В связи с оступлением в силу законов о повышении налогов и сборов цены вырастут на все группы товаров от 4 до 11 процентов. Власти обещают не повышать НДС для фармацевтического рынка, однако это все равно отразится на стоимость лекарств. Традиционно цены на коммунальные услуги в течение года повысят в два раза. На 7, а то и на 10 процентов вырастет цена на бензин и солярку. Что еще и на сколько подорожают, считайте на страницах московского комсомольца на Алтае. Барнаульские зоозащитники опасаются, что в городе расправятся с тремя тысячами бездомных животных, сообщает политсибру. Их опасения не напрасны. В 2019 году тариф за одну отловленную особь уменьшится более чем в два раза, а животных вместо содержания будут отправлять на медицинский стол для усыпления. Заведующая Барнаульским приютом Ласка Софья Куликова надеется, что призывы к гуманности дойдут до губернатора Алтайского края. В Ласке надеются на содействие в решении проблемы. Подробности читайте на Политсибру.